МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания «Город» приветствует своих зрителей. Мы представляем обзор событий, которые сегодня были наиболее обсуждаемы в Рязани. Короткое оглавление сегодняшних тем нашего тележурнала выглядит следующим образом. Почему в России дорожают продукты? Версий много. Но главное, а может, нас просто обманывают, остается в тени. Молодежная команда антинаркотического ведомства региона сообщила о задержании банды наркоторговцев. Им всем немного за 20. Сердце тебе не хочется покоя. В Рязанском кардиодиспансере прошли учения подразделения МЧС. Начнем с передовицы, а ее тема сегодня связана с самым насущным для всех и каждого. Российская газета на днях привела данные, что за последние несколько месяцев Цены на мясо, кур, свинину и говядину в России увеличились в среднем на 5 рублей за килограмм. Дальше, как говорится, некуда. А потому эксперты предлагают соответствующим инстанциям повышение зафиксировать и дальше его хватать и не пущать. Как мы уже рассказывали, федеральная антимонопольная служба открыла горячую линию для изучения ситуации на продовольственном рынке и отслеживания неправедного завышения стоимости продуктов. Особенно озадачила антимонопольщиков подражание курятинке. Продовольственная эмбарго здесь не должно играть роли, поскольку российские производители полностью восполняют потребности соотечественников в курином мясе. Значит, где-то, вспоминая сказку о кибальчише, таится измена. Федеральная антимонопольная служба намерена взять это дело на контроль. Однако, надо взглянуть правде в глаза. Пока указанное ведомство будет брать курятину на контроль, повышение озолотит тех, кто его инициировал. Оплатить за все придется нам, потребителям. Вспомним недавнюю историю с гречкой. Тогда тоже многое брали на контроль, все, что надо, выясняли и решали бесчисленные вопросы. Пока эти процедуры выполнялись в глубинах государственной бюрократической машины, деляги на гречке заработали многие-многие миллионы. И все вернулось на круги своя. Но, может, антимонопольщики все же остановят инструмент по взвинчиванию цен? Может быть. Хотя, кто знает, хватит ли ведомству функциональных возможностей. Мы гражданский орган. И в этом небольшая сложность нашей работы. То есть, мы реагируем постфактум. И для того, чтобы получить соответствующую информацию, нам необходимо провести большой объем переписки, который сейчас ведется. Но, тем не менее, хочу повторить, что именно сам факт такого пристального внимания тоже горячее голову остужает в значительной степени. И еще директор Института аграрного маркетинга Гелена Тюрина сообщила столичным газетчикам, что выяснить, где в курином государстве идет подражание у производителя или в рознице, неимоверно трудно. Однако, скорее всего, червоточинка таится все же в торговых сетях, которые стремятся обыграть шумиху с подражанием курятины в свою пользу. Короче говоря, с этими курами, похоже, очень сильные глубоко к нам, простым потребителям, попросту залезли в карман. К другим темам. Сегодня региональное антинаркотическое ведомство сообщило, что оперативникам службы удалось накрыть организованную преступную группу, которая занималась крупными поставками в Рязань синтетических наркотиков. Вершили темные делишки молодые парни, причем практически соседи. Все жили в одном и том же Октябрьском районе столицы области. Рязанские наркополицейские крайне обеспокоены ситуацией, сложившейся в регионе с изготовлением и распространением синтетических наркотиков. Да и молодежь вдруг решила, что продавать отраву своим товарищам куда выгоднее, нежели зарабатывать на жизнь честным путем. Совсем молодые ребята от 24 до 26 лет стали фигурантами дела, которые недавно раскрыли сотрудники госнаркоконтроля. Были задержаны люди, которые привозили сюда наркотик из Московской области, также занимавшиеся здесь разведением этого наркотика несколько раз. И людей, которые занимались розничным сбытом данного наркотика на территории Рязани и Рязанской области. Один из каналов, который уходил в рабочий поселок Шилово. Ежемесячно наркоторговцы сбывали примерно по 2 килограмма синтетической отравы. Базировался их импровизированный наркопритон в ремонтирующемся коттедже на окраине Дашковой песочни. В один день были задержаны все активные участники данного преступного формирования и было изъято более 600 грамм наркотических средств. Вообще, по данным, по самым скромным подсчетам наших сотрудников, в месяц эта группа реализовывала 2 и более килограмм данного наркотика. На сегодняшний день трое участников группировки находятся под стражей. Двое сидят под домашним арестом. Совсем молодые, а уже ждут приговора суда. Как было сказано в известном кинофильме, не враг дал, сам себе ковал. Наркотическую группу товарищей теперь возьмут в обороты. Это правильно. А вот следующее известие даже озвучивать неудобно. Больше трех лет условно и крупный штраф получила гражданка Павлова, улеченной во взятки. Эх, господа хорошие, да и дамочки тоже. Что же так позориться-то, занимая хорошую должность, будучи преподавателем, доцентом даже. И сумма, в общем-то, пустяшная. Не стоило ради нее, грех на душу брать. А вот теперь и срок, и денежные потери, и карьера под откос. Тоже тема для разговора, да и для раздумий. Тем, кто на руку не чист. Как установил суд, передача взятки в руки доцента Рязанской сельскохозяйственной академии гражданки Павловой произошла в марте нынешнего года. Деньги она получала от студентки третьего курса, имеющей большие пропуски, лекции и семинаров. Общая сумма за фиктивную сдачу зачета, экзамена и курсовой работы составила по личному прескуранту доцента пять тысяч рублей. Павлову взяли с поличным прямо в кабинете учебного корпуса вуза. Московский районный суд признал ее виновной в получении взятки, а также в служебном подлоге. При назначении наказания судом учтены обстоятельства, смягчающие наказание подсудимой, признание вины в совершенных впервые преступлениях, раскаяние в содеянном, явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступлений. О техчащих наказаний обстоятельств по делу не установлено. Московский районный суд города Рязани признал Павлову виновной и по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначил три года два месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком в три года, со штрафом в размере 40-кратной суммы взятки, то есть в сумме 200 тысяч рублей. Теперь осужденная Павлова на период испытательного срока обязана не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, а также дважды в месяц являться туда для регистрации. Срок, штраф и такая вот обязанность. Дороговато обошлись те пять тысяч бывшему доценту, что и говорить. Сегодня резанцы, живущие в железнодорожном округе, могли быть свидетелями эвакуации больных и медперсонала из кардиодиспансера. Во избежание появления городских легенд и слухов, сразу скажем, в медучреждении проходили плановые учения по противопожарной безопасности. Все остались живы-здоровы. Сердечники подошли к такому мероприятию с пониманием. Люди, преимущественно взрослые, тому обошлось без стрессов и каких-либо ненужных беспокойств. Свидетель тому Оксана Тебенихина. Серия учений, проводимых в Рязани спасателями, продолжается. На этот раз тревожная сирена прозвучала в областном кардиологическом диспансере. По легенде, пожар начался на четвертом этаже. Задача медперсонала спастись из огня самим и, конечно же, эвакуировать всех пациентов. Ну, это мероприятие у нас уже далеко не первое. Мы много раз уже тренировались. И обычно в дневное время эти тренировки проблем не вызывают, поскольку присутствует весь персонал отделений. Поэтому и сопровождение в нужном направлении по путям эвакуации пациентов ходячих и вынос лежачих пациентов не вызывает затруднений. Задача была выполнена на 100%. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в кратчайшие сроки. Все пациенты кардиологического диспансера были спасены. Заодно и свежим воздухом подышали. Им это весьма полезно, если учесть особенность мероприятия и специфику медицинского учреждения. После учений мы специально поинтересовались у врачей, не разволновался ли кто из больных слишком сильно, спасаясь из учебного огня. Нет, ответили нам, все в порядке. Пациенты даже повеселели, поскольку развлечений в кардиодиспансере, согласитесь, не так уж и много. Немало разговоров и предположений вызвало у заинтересованных. Горожан известие о перечислении в пенсионный фонд взносов рязанцам, участвующим в программе софинансирования. Само по себе это ничего из ряда вон выходящего не представляет, но нашему народу любое известие лучше все-таки рассказать. Поподробнее и подоступнее. С этой просьбой наш автор Глеб Галушкин отправился сегодня в региональное отделение пенсионного фонда. По правилам программы государственного софинансирования пенсии, вступивший в нее гражданин вносил в пенсионный фонд от 2 до 12 тысяч рублей и государство удваивало эти суммы. Программа действует в течение 10 лет с момента первого взноса. Впрочем, с октября прошлого года заявления от граждан перестали приниматься, но выплаты, разумеется, продолжаются. В эту программу на 1 октября прошлого года вступило в нашей области 34 тысячи человек. На сегодняшний день от этих граждан поступил 51 миллион добровольных страховых взносов на накопительную часть пенсии. Государство свои обязательства тоже выполнило, поэтому большинство платежей было софинансировано, то есть удвоено государством. Но некоторые платежи не были сфинансированы государством, потому что платеж составлял менее чем 2 тысячи рублей в год. Государство удваивает сумму только при платежах более 2 тысяч в год, но не более чем на 12 тысяч в год. Еще одно напоминание от работников пенсионного фонда касается пенсий по потере кормильца. Как известно, эти выплаты производятся до 18-летнего возраста, а также во время обучения на дневном отделении вуза. Если по истечении 18 лет ребенок приступил к трудовой деятельности, то в данном случае право на получение пенсии по сути потери кормильца он теряет. Но если он поступает на дневное отделение в любое учебное заведение, то право на получение пенсии по сути потери кормильца за ним сохраняется до окончания учебного заведения, но не более чем до 23 лет. То есть когда гражданин будет исполниться 23 года и в случае если он не завершил учебу в научном обучении в институте или в другом учебном заведении с пенсии по сути потери кормильца выплачиваться нами уже не будет. Также прекращаются выплаты пособия по потере кормильца в случае ухода с дневной формы обучения либо исключения студента из института. Рязанские дворы становятся все более обеспеченными с точки зрения развития физкультуры спорта. Сегодня из мэрии пришли данные о том, что если в 2012-2013 годах детскими площадками и комплексами было оснащено около 500 дворов, то уже сейчас таких адресов почти 200. То есть темпы не снижаются, растут и это не может не радовать. Дело в том, что помимо традиционных горок беседок во дворах все больше появляется спортивного оборудования. Здоровое детство здоровая страна совершенно правильно и надо отметить многообещающий посыл. Говорить о развитии массового спорта в стране можно только в том случае, если есть условия для развития массовой физкультуры, то есть сперва здоровье и крепость мускулов, а уж потом достижение рекорда. Например, в этом году по решению общественности одним из приоритетов в развитии дворового физдвижения стала установка столов для настольного тенниса. Когда-то во дворах действительно проходили целые турниры, а уж предложение пойти постучать ракеткой по шарику находило отклики в сердцах поклонников в народной возрастной категории и стар, и млад. Сейчас, утверждают представители Советов территории, столы тоже не стоят без дела. Победители дворовых турниров встречаются на городских соревнованиях среди органов общественного самоуправления. Понятно, что установка и нормальное функционирование площадок во многом зависит от местных жителей, актива и советов домов. На тех же столах для тенниса должны играть дворовые спортсмены, а не распивать вечерами свое зелье окружные пинчушки. Разумеется, и производственные вопросы обсуждаются с представителями подрядных организаций не кулуарно, а вполне открыто. Например, на днях состоялась одна из таких встреч с подрядной организацией, победившей в конкурсе на ведение работ. Так что народ включается в общественную жизнь. И не так, как это было раньше на кухонных посиделках, а вполне масштабно и конструктивно. Тем более, что результаты такого движения вот они, налицо, в чистых дворах, в оборудованных площадках, в нормальной жизни и позитивных отношениях всех соседей. К разговору о физкультуре мы еще вернемся, но сначала объявление родственники девушки, погибшей в недавнем дорожно-транспортном происшествии просят откликнуться очевидцев трагедии. Дело было 20 августа на Куйбышевском шоссе, прямо на пешеходном переходе. Здесь около 11 утра 24-летнюю Рязанку буквально снес автомобиль. Спустя несколько дней пострадавшая скончалась в больнице. Всех, кто располагает какой-либо информацией об этой трагедии, просят позвонить по телефону 8 910 507 48 32. Далее в нашем эфире программа подробностей сегодня у нас в гостях Татьяна Пыжонкова, возглавляющая региональное министерство молодежной политики, физкультуры и спорта. А говорить мы будем о российском ноу-хау, том самом новом, которое хорошо забытое старое. Это комплекс готов к труду и обороне, нормативы которого ждут всех нас от мала до велика на спортплощадках, в залах и бассейнах. Так что расстаемся ненадолго. А всем вам, уважаемые зрители, физкульт-привет! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА